Меня зовут Максим. Да, мы вовлекаем людей в спорт, но я сегодня хотел рассказывать не о спорте, хотя я периодически о нем рассказываю, а о франшизе. Поэтому все, кому интересно о франшизе и как можно масштабироваться по франшизе, какие там есть нюансы, сложности, проблемы, вот в ближайшие полчаса об этом поговорим. Ну, в двух словах о том, кто я, чем я занимаюсь, мы далеко не со всеми знакомы. У нас сейчас объединился проект, мы объединили I Love Running, I Love Swimming и все наши направления в один новый и большой. Он называется I Love Super Sport. Это тоже, кстати, очень важная тема для франшизы. Если вы думаете над своим развитием, то подумайте над тем, под каким брендом вы будете его делать, это развитие, потому что мы начали, имея целый портфель брендов с одного, и потом получилось, что есть некоторые сложности, о них я расскажу, когда у тебя несколько брендов, их надо дальше развивать. Вот, что из себя представляет I Love Super Sport? Это спортивная школа для взрослых людей, для таких, как в этом зале. Если человек хочет начать бегать, плавать, или хочет сделать айронмен или триатлон покороче, или велосипед, или лыжи, то у нас есть методики, есть тренеры, есть курсы, есть различные программы. Мы начали это делать пять лет назад. В 2013 году мы открыли свой первый филиал по франшизе в Санкт-Петербурге. Идея была такая, к нам обратились люди из Санкт-Петербурга, сказали, вы делаете интересное дело, вы вовлекаете людей в спорт, вы их как-то заставляете тренироваться, мы тоже хотим делать это у себя в Питере. Мы сказали, здорово, но мы не знаем, чем вам помочь, потому что у нас не было никого сформулированного предложения. И это подтолкнуло нас к тому, чтобы, собственно, франшизу начать делать. К 2017 году, то есть к текущему моменту, открытых мы имеем 45 филиалов в восьми странах. Они все работают под единым брендом, сейчас это Love Supersport, и они находятся не только в России, но и в странах вокруг России. Это Казахстан, Киргизия, Латвия, Эстония, Украина, Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты, Дубай. Плюс у нас сейчас в фазе открытия находятся еще 10 филиалов, еще 4 новых страны. Это достаточно уникальный случай для России, когда, ну и вообще для мира, когда российский проект в какой-то индустрии, но особенно в такой, как спорт, то есть суперразвитый на Западе и супернеразвитый у нас любительский спорт, при этом мы являемся самым большим проектом в Европе и консолидировано самым большим в мире в этих видах спорта. Это связано с развитием рынка. Просто во всех западных странах рынок развивался чуть по-другому, а у нас так быстро и стремительно, и в общем мы успели его как-то создать. Это если говорить о моем опыте во франшизе. Соответственно, до начала франшизы, вот I Love Running, I Love Swimming, я никакими франшизами не занимался, и вообще такое слово только слышал. Поэтому я решил построить свое выступление по принципу франшиза про и контра. Мне стало вас лучше видно, стало светлее. А поднимите руку, кто уже занимается франшизой. Есть такие, у кого есть франшиза? Вы ее владелец или вы ее купили? Владелец, да? Окей. А кто собирается свой бизнес масштабировать и подумывает над такой моделью, как франшиза? Немного рук, да? Она есть. Классно. А кто когда-нибудь покупал в своей жизни франшизу? Здорово. Ну, в общем, я никогда не покупал, только продавал, поэтому могу вам рассказать, как продавать. Как покупать? Отдельное, наверное, искусство. Если вы думаете над тем развивать ли бизнес по франшизе, то, во-первых, есть суперочевидные про, ну, то есть за аргументы. Я выделил основных четыре. Это позволит вам супербыстро развиваться. И ILAB running тому пример. То есть мы за четыре года открыли 45 филиалов. Я убежден, что без франшизы это сделать крайне сложно. То есть можно открывать свои филиалы. Это дорого. Вам нужны инвестиции тогда. Это огромные риски. Это огромный капекс. То есть можно, но, в общем, по франшизе быстрее. Это супер большой плюс франшизы. Это позволяет очень быстро. Например, если вы в каком-то новом сегменте, в услуге или в товаре, и здорово растете в том городе, где у вас штаб-квартира, то этот сегмент растет в целом, то франшиза хороший вариант. Хороший вариант. Второе. Франшиза здорово стимулирует компанию к структуризации. Вот это я могу по своему опыту сказать и по опыту всех моих друзей, кто тоже занимается франшизой. Может быть, вы знаете, есть такая компания Baby Club. Наверное, слышали, нет? Baby Club. Юрий Белонощенко. Он тоже учился в Сколково. И вот Юра, и я, и еще там целый наш такой ряд друзей, мы все здорово структурировали свои компании, когда начали упаковывать франшизу. Почему это происходит? Потому что тебе надо передать готовый продукт людям. Ты не можешь как бы в неструктурированные процессы сказать «пользуйтесь», да? Надо, чтобы было чем пользоваться. Вас это будет здорово мотивировать. Вот третий пункт – это большая игра и ответственность. Это тоже очень интересно, потому что одно дело ты занимаешься одним филиалом, одним городом, а другое дело у тебя появляются люди где-то в других городах, которые тебе поверили, которые деньгами своими проголосовали, временем, жизнью, посвящением себя. Поэтому это такой новый уровень для предпринимателя, мне кажется. Ну и последнее, наверное, самый важный аргумент за франшизу. Когда вы делаете франшизу, то вы окружаете себя предпринимателями, не наемными сотрудниками, не менеджерами разного уровня компетенции, а предпринимателями. То есть это такие же сумасшедшие ребята, которые в своем городе хотят открывать, не знаю, пиццу, детский клуб или спортивную школу. Вот. Это про. Вот на этом они заканчиваются. Есть обратная сторона у франшизы. Вот. Имейте в виду. Обратная сторона франшизы – это сильная угроза бренду. То есть то, с какой любовью вы относитесь к нему, то, сколько вы вкладываете сил. Не факт, что люди будут делать так же. И чем быстрее… Ну, Dodo пицца яркий пример. Чем быстрее вы растете, тем больше надо придумывать какой-то системы для того, чтобы не уронить бренд, потому что там плохо сделанная пицца в каком-нибудь городе, и потом это все распространенное через социальные сети наносит огромный ущерб всей компании, хотя вы как бы все делаете хорошо. Вот. Второе – это отсутствие рычагов влияния. Ну, точнее, они и есть рычаги влияния, но если, например, до любого даже топ-менеджера можно уволить, то вот с партнером по франшизе расстаться гораздо сложнее. Как шутит наш… Я потом в следующей части расскажу про человека, который нам помогает с франшизой. Она немка. Немцы очень структурированные люди, поэтому, когда я узнал, что она немка, и она занимается франшизой, я понял, что это то, что надо. Вот. Как она говорит, что франшиза – это хуже брака. Ну, то есть даже мужу с женой легче расстаться, чем вот партнером в бизнесе. А франшизе – это ваш партнер. И поэтому имейте в виду, что к ним надо с умом относиться и их выбирать. Вот. И третий пункт – это великаться на ошибки выбора партнера. Как раз о том, что если вы ошиблись, то уже как бы сложно. То есть можно потерять город, можно потерять регион. Можно получить сильного конкурента в этом регионе, с которым потом очень сложно будет бороться. Там есть хрестоматийные примеры в российском бизнесе, там в инвитро, например, которые потеряли таким образом часть географии своей из-за того, что расстались с партнерами. Это Subway и Glow Subs, ну и так далее. То есть какие-то такие классические примеры, когда теряя партнера, ты создаешь себе сильного конкурента, который все знает, что делать надо. И последнее, ну это тоже контрфраншиза, что приходится предпринимателю в том числе, то есть руководителю уходить в операционный бизнес, погружаться сильно для того, чтобы это все работало. И компания становится абсолютно иной. То есть она становится операционной именно как управляющая компания. Вот тоже к этому надо быть готовым. Я по себе могу сказать, что когда мы организовывали франшизу, у меня не было желания уходить из того, чем мы занимаемся, то есть спорта, вовлечения людей, тренировок. Мне это очень нравится все. Когда начинаешь заниматься франшизой, оказывается, что надо заниматься совсем другими вещами, а от этого как бы уходить. Вот. Ну и то есть это вот про и контра. А дальше во втором блоке я хочу вам рассказать то, с чего по моему опыту я согласен с предыдущим спикером, что это всего лишь наш опыт и он не претендует на истину. С чего стоит начать и на что нужно обращать самое большое внимание. А начать стоит, как бы это ни было банально, начать стоит с людей. Потому что во франшизе ваши первые партнеры – это вообще самое главное, самый ваш главный актив. То есть то, с кем вы начинаете вашу сеть. Потому что если это будут неправильные люди, так же, как и в компании, так же. То есть вот партнеров можно рассматривать как часть компании, то вряд ли что-то получится. И, как я сказал, упомянул, мы, когда решили строить франшизу, то самый простой способ, ну в любом деле, если ты хочешь что-то сделать, узнай, кто уже это делал. Я поспрашивал тех, кто это делал. Ну это был Baby Club, Doda, Invitro. И в итоге случайным образом я нашел человека, ее зовут Аня Папст, она немка, живет в России и занимается как раз консультированием по франшизе. Мы с ней встретились, я говорю, вот мне бы надо это все упаковать. Она говорит, ну я за тебя не упакую, упаковывать будешь сам, но помочь могу дружеским советом. Ну и, собственно, ее главный дружеский совет был в следующем. Она предложила типологию клиентов, ну твоих партнеров будущих. И мне она кажется крайне простая, но она супер важная. То есть вот как все простое, гениальное просто. Типология следующая. То есть представьте, ну вот если вы остались в этом зале, значит вас вообще как-то интересует идея масштабирования бизнеса и франшизы. Теперь вы можете себе представить, что окей, вы упаковали весь свой продукт, у вас прописаны процессы, у вас там, не знаю, классная клиентская система, есть бэкенд, все настроено. Вы это все коробочкой. Ну в нашем случае мы спортом занимаемся, поэтому мы так рюкзаком. Ну вот, то есть вот спортивным рюкзаком мы все это партнеру можем отдать. Теперь вопрос, кому ты отдаешь этот рюкзак? Вот кто этот человек, который у тебя этот рюкзак возьмет? Может ли это быть просто вот с улицы приходит человек и говорит, я хочу купить твой рюкзак. Ты говоришь, хорошо, там он стоит миллион. Хорошо, он дает тебе миллион, ты отдаешь ему рюкзак. Но так нельзя. То есть даже если он готов заплатить любые деньги, то не каждому человеку можно отдавать свой рюкзак. Это главное правило, которое надо запомнить во франшизе, которые вот все вообще проходят. Кто-то наступает на эти грабли сам, кто-то видит, как сосед наступил и не наступает туда. Соответственно, что это за люди? Их четыре типа, которые за вашим рюкзаком приходят. Начнем с самого верхнего. Это тип инвестор. Инвестор это тот, который как раз готов заплатить, но при этом не готов ничего делать сам и видит просто потенциал вашей индустрии. И вот не знаю, у него откуда-то есть деньги, он готов их проинвестировать. Вот на старте это худший вариант, который может быть. Ну, с моей точки зрения. Потому что на старте вы стартап, вы делаете что-то новое, вы вот только-только начали расширяться. Если вы привлекаете инвестора, то это абсолютно другой майндсет. То есть это абсолютно другой взгляд на вещи. Это абсолютно вот другое вертится у него в голове. У него главное, что крутится в голове, да, это рои. То есть вот он сейчас там миллион положил, а когда я достану полтора. Вот. Все. Бизнеса нет. То есть это абсолютно не вы. Не предприниматель. Второе это бизнесмен. Бизнесмены, с ними полегче, но опять же на старте я не рекомендую среди первых партнеров иметь бизнесменов. Бизнесмен — это человек, который занимается разными проектами операционно. То есть, например, у него там, не знаю, есть сеть автомоек там в Ростове, вот, какой-нибудь два ресторана, кинотеатр. И вот он еще увидел, что, о, спорт — тоже крутая тема. Давайте я у себя в городе открою тоже спортивную. Я сам бегать начал там, плавать, я хочу тоже, чтобы у меня в Ростове было. Вот. Это не самый лучший вариант. Почему? Во-первых, потому что ему некогда этим будет заниматься. А если вы только открываете сеть, то у вас еще ничего не отработано до конца. И вы многое будете отрабатывать вместе с ним. А он будет не готов к этой отработке. Вот. И он может расстроиться. И, собственно, вы потеряете партнера, потеряете отношения, потеряете город. Поэтому я рекомендую вот тех, кто с таким подходом, бизнесовым, их отложить хотя бы на пару лет. То есть через два года пусть приходят и открывают. Когда у вас уже все будет работать. Третий тип — это предприниматель. Ну, это уже близкий вариант. Вот. Зависит от того, на какой стадии ваш проект находится. Если ваш проект в вашем городе уже хорошо отработан, прям все четко, все летит, вот, все понятно, то вы можете вот начинать по франшизе с предпринимателями. То есть поддерживая его своим знанием. Если же у вас проект еще тоже немножко сыроват, но при этом вы уже хотите масштабироваться, то с предпринимателями будет непросто, потому что они не получат того, что ожидают от вас, скорее всего. И самое главное, если ваш проект пока только, ну, он сыроват, но вы только его развиваете, то, скорее всего, в него вложена ваша огромная страсть. И может быть даже, или скорее даже не за денег, а просто потому, что вам очень, ну, вам кажется очень перспективно, очень важно, очень ценно, там, что этот мир меняет и так далее. Ну, то есть если вы вот так прям настоящий предприниматель, вот. Вот, то вот этот предприниматель, он может эту вашу страсть до конца не разделять. И есть последний тип, ну, или первый, смотря откуда начинать. Мы его назвали, ну, и Аня нам подсказал его так назвать. Это пионер. Ну, кто такой пионер? Пионер. Всем ребятам пример. Вот, пионер — это который готов и день, и ночь, и бесплатно, и вот что угодно, вот потому, что вот у него сердце горит, вот. И мне кажется, что для очень многих проектов, если вы собираетесь масштабироваться, и только-только это все закручиваете, очень важно на старте найти пионеров. То есть таких же, как вы, которые тоже готовы там день и ночь этим всем рулить. Они потом плавно вырастут предпринимателей, а потом, может быть, они там продадут это бизнесменам, либо сами в них вырастут. Но по этой схеме как бы надо двигаться снизу вверх, а не сверху вниз, потому что иначе могут быть проблемы. Это то, с чем мы периодически сталкивались, и я на эти грабли сам наступал. Таким образом, если подводить такой итог теоретической части, то есть определенные преимущества у франшизы, есть некоторые минусы. Если все-таки начинать, то начните с того, чтобы ваше предложение попало в правильные руки, ну и в правильную голову, потому что если он попадет не в правильные руки, не в правильную голову, то ничего не получится, скорее всего. Но вообще у нас есть девиз, это фраза Walt Disney, мы там на майках везде пишем, if you can dream it, you can do it. Если вы мечтаете о том, чтобы ваше дело начало работать не только в том городе, где вы его делаете, но еще там в ста городах мира, то это точно можно сделать. То есть если ты можешь это представить, ты можешь это осуществить. Дальше вопрос только о том, насколько вы смелы и насколько вам оно действительно надо. Если говорить о нашем деле, то я абсолютно был на старте убежден, что мы делаем настолько прикольное дело, что оно должно появиться в каждом городе России. У нас на этот год был таргет довести до 50 городов, а на следующий год мы планируем открыть еще 100, ну и конец 2018 года закрыть со 150 филиалами. У меня есть стопроцентное понимание, что это точно можно сделать. Теперь есть некоторый опыт с кем это делать, как это делать. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Максим, спасибо. Вопрос есть. Задают вопрос про нормативно-правовую базу, про договор с новым филиалом. Какие рамки можно ставить, как контролировать, ну и вообще, есть ли вообще опыт судебных разбирательств у вас? У нас нету. Как, ну есть договор концессии, такая форма, вот, это в принципе в России, вот в правовом поле, в нашем основной договор по франшизе, у вас должна быть зарегистрирована торговая марка и договор концессии по использованию товарного знака. Еще если говорить про такие формальные вещи, то во франшизе есть два основных платежа, может быть тоже это будет ценно, они называются паушальный взнос и роялти. Паушальный взнос это то, что ваш партнер платит за присоединение к сети. То есть, например, я хочу открыть филиал, соответственно, надо заплатить паушальный взнос. Это единоразовый платеж. А роялти это то, что он потом платит ежемесячно, ежеквартально или ежегодно, это уже зависит от того, как вы выстраиваете свою модель. Либо он может платить роялти с оборота. Вот это все прописывается в договоре концессии, поэтому договору все оплачивается. У нас судебных никаких вещей не было. В России с франшизой непросто, то есть там можно судиться по товарному знаку, и, наверное, еще почему-то… У нас не было конфликтов, слава богу, таких, чтобы надо было судиться. Они все решались, если и бывали. А делаете ли вы что-то специфическое, чтобы максимально упростить вход именно в вашу французу? Может быть, какое-то специфичное ПО, может быть, еще что-то? Упростить вход? Ну да, чтобы упростить вход, надо снизить цену просто и все. То есть это единственное, что влияет? Ну да, но в нашем случае… Ну не то, что мы ее не снижаем, все остальное – это ценность, которую мы создаем. То есть это не упрощает вход, а наоборот добавляет как бы ценности и повышает желание. Чтобы можно было максимально быстро и просто начать. Да-да, это вот мы сейчас активно делаем. То есть это различные диджитальные сервисы. А какие, например? Ну приложения, там удобный сайт, удобная бэкэнд-система административная. То есть это все у нас самонаписанное. Ну потому что мне кажется, что конкретно вот ваша франшиза, она достаточно сложно масштабируемая, потому что это нужно же не просто иметь идею, гореть этим. Ну человек, который скажет, что я за здоровый образ жизни хочу всем этим заниматься, ему будет этого мало. Во-первых, нужно находить, ну естественно, то, что вы говорили, людей. А ладно, вот если людей они найдут, то дальше уже как-то еще дать им возможность уже проявить те там навыки, которые у них есть, там тренерские, еще какие-то, и уже собственно людей вовлекать. Вот насколько интенсивно, плотно вы с этим работаете? Ну мы обучаем. То есть вообще, если говорить о деятельности управляющей компании, у любой франшизы, то у нее основная компетенция – это обучение будет. Вот. То есть мы обучаем. У нас постоянно проходит обучение всех регионов. По спортивной части, по менеджерской части, по маркетингу, по диджитал-маркетингу. То есть они постоянно этому учатся. Еще есть вопрос. Есть ли регуляторы бизнесов по франшизе? Не знаю, что это может означать. Ну да, но есть какой-то. Я, честно говоря, в юридических вопросах не силен. То есть у меня есть человек, который этим занимается. Ну точно есть. То есть есть право, там есть все, что в конце сессии связано, в конце концов. Понятно. Максим, спасибо за доклад. Да, спасибо. Вам успехов в развитии вашей сети. Ну и тех целей, которые вы ставили, добиваться, достигать. Спасибо. Спасибо, друзья. Да, если из зала есть вопросы… Коллеги, в приложении, пожалуйста, потому что мы… Что? Тем не менее есть. Попробуйте еще раз. Я озвучу тогда еще один вопрос из приложения, которые прекрасно задаются. А у вас нельзя вживую общаться. Просто у нас именно организационно, чтобы мы в трансляцию правильно все отправляли, в записи и так далее, мы специально сделали, чтобы мы вопросы озвучивали. Коллеги, все вопросы, которые у вас к Максиму лично, пожалуйста, задавайте. Я могу, если кто-то задаст… Вот есть вопрос. Давайте я вам задам последний вопрос из приложения. Все остальные приложения – вопросы в куларах. Расскажите про риски. Если много партнеров, то рано или поздно могут возникнуть судебные вопросы, опять же. Ну, могут, но смотрите, тут это, блин, волков бояться в лес не ходить. То есть вообще, если взять одного человека на работу, то этот человек может сделать плохо работу. Но те, что его не брать на работу, то же самое с партнерами. Может, ну, чем больше людей, тем больше рисков. Поэтому можно работать одному. Видимо, точно так же, как с сотрудниками в компании. Ты находишь общий язык и с людьми общаешься, или если с ними не получается находить общий язык, то расстаешься. Да, вот я рассказывал про франшизу, что здесь так просто расстаться не получится. Здесь просто сложнее, но тоже, наверное, как-то… Но в любом случае, это как бы очень важный момент на старте прописать условия входа-выхода. Потому что, в принципе, мы прошли, мы ни с кем трагически не расставались. Но сейчас уже понимаем, что на старте нужно договориться. Ну, просто, наверное, аккуратно составленный список рисков и аккуратно прописанный в договоре. Да. Спасибо.